всем привет как вы видите сегодня у нас на обзоре шанлинг м6 про тут напрашивается много очень параллелей с заклятым другом шанлинга фио действительно фио выпускают м11 шанлинг выпускают м6 м11 использует а к 44 93 м6 другой 44 95 но в целом разница не так велика после этого фио думают и выпускают м11 про который на самом деле более старший модель в линейке но с тем же дизайном шанлинг недолго задумываясь выпускают м6 про фио использует 44 97 шанлинг использует 44 97 но в принципе там уже разница есть в усилении у фио это тех x у шанлинга своя собственная схема усиления в до 600 милливатт на 32 ома нагрузки но дизайн почти такой же как у м11 но правда тут они сделали шаг они немного изменили материалы цвета фио вообще м11 про и обычно сделали почти неотличимыми тут разница небольшая но есть и в общем-то порядок цен тоже соблюдается конечно шанлинг ценят себя немножко выше чем фио то есть одиннадцатый стоил 450 6 м6 500 если неправильно путаю а м11 про стоит что-то чуть меньше 700 там 670 а этот там где-то ближе к 800 по моему там от 750 до 800 зависит от ценника добавлю на украинского дистрибьютора официального ссылку в описании а так гуглите если где кому надо его найти и м6 pro принципе наверно все что надо про него сказал анекдот дня сегодня такой в детстве нам рассказывали о том что нам на улице будут подходить незнакомые люди предлагать выпивку наркотики секс вот я подрос очень хочу спросить где упаковка вот такая вот шанлинг умеют делать красиво и разумеется упаковка тут не стала исключением красиво этот их переливчатый такой градиентные градиентное фольгирование то есть по-английски это фойл отдельно отмечает 47 hd экранчик от shark 4 гигабайта памяти 32 гигабайта встроенной памяти поддерживается wi-fi bluetooth со всеми кодеками в общем тут все как привык как обычно если я правильно помню то тут 430 snapdragon в качестве чипсета внутри коробочка еще красивее переливается по традиции внутри внешней супер обложке еще одна основная коробочка такой вот стильный диагональный разрез видели уже моего несколько раз но все равно смотрится красиво красивые материалы в общем такая конечно шанлинг пытаются выдавать больше премиальности на единицу упаковки внутри сам плеер а под ним очень нехитрый набор аксессуаров я так и представляю как они сидели обсуждали что будем в комплект класть а что кладут фио комп 11 прогреть ничего но вот так и мы комплект входит разные гарантийные талоны инструкция короткая и защитные стекла со всем необходимым набором для поклей то есть пара влажных салфеток вот это вот разравнивал к и все остальное ну а тут юсб си проводок битая psy хороший провод но одного провода мало жалко конечно что нет хотя бы силиконового чехла но могли бы и из кожзама положить ну видите не балуют нас производители плееров не балуют уж анлинг разумеется есть классный отдельный чехольчик из такой коричневой кожи он там дополнительных долларов 30 или сколько то стоит поэтому наверное если будете брать плеер сразу заказывайте его вместе с чехлом по дизайну тут конечно сделали шаг вперед относительно обычного м6 выглядит чуть красивее такой вот цвет он серый но чуть-чуть как бы с таким уклоном в золотистость приятный такой титановый цвет его иногда называют титановый разумеется это шанлинговские все формы закругления со всех сторон вот эти вот выемки под руку эргономично очень держится ощущается при этом если сравнивать размеры абсолютно одинаковая высота ширина и даже толщина на самом деле если я не был бы ленивым и снял чехол то в общем то можно было бы заметить что они по габаритам практически идентичны то есть решили не баловаться изменением размеров или чем-то подобным пока нажму кнопочку пусть включается и поговорим про управление не забыли как всегда про любители управления вслепую три кнопки с выемками очень удобно нащупываются тут слот для карточек закрывающийся кстати отдельно отмечу этот материал задней панели он очень приятный на ощупь тут светодиод индикатор и вращающиеся и нажимающиеся колесико то есть вот этот энкодер фирменный элемент шанлинга хорошо кликает хорошо отрабатывает все щелчки тут в этом плане все здорово снизу находится три выхода обычный 3.5 миллиметровый и два балансных пентакон и два с половиной миллиметра 20 где мы все это видели но тут их хотя бы выровняли и usb type-c поддерживается быстрая зарядка quick charge ну и как обычно работают в роли цапа можно получить доступ к памяти можно использовать внешние цапы можно использовать его сам как цап в общем все весь набор необходимых функций тут есть время работы очень сильно зависит от режимов звуковых различных я потом покажу и об этом то в среднем где-то выходит уход 7 до 12 часов такой разброс потому что шанлинг придумали одну интересную фишку с цапами про которую скажу наверное в следующем разделе а пока что вот экран где не следующем а там где звук следующий будет про прошивку экран шарповский 47 дюймов хороший экранчик удобно все доставать пальцами хорошо реагирует на жесты углы обзора запас по яркости все есть к сожалению конечно же не загнутые края как модных телефонов и не от края до края но в целом смотрится красиво и в наше время производители плееров не не избалованы наличием большого выбора поэтому ставят то что получается найти в общем по внешнему виду качеству сборки но это шанлинг поэтому тут все очень и очень и здорово абсолютно даже не знаю ничего обсуждать нечего тут обсуждать проходите мимо ну конечно не проходите оставайтесь ставьте лайки подписывайтесь и остальное это просто цитата была по по прошивке это android 7.1 тут все ожидаемо так иконочка play store тут не работающие я попробовал как у айбас установить play store через и пике и пьюр но он не работает к сожалению может быть потом что-то сделать чтобы заработал но пока play store нет так что если вы привыкли к и пипи или там платного плекс то у меня для вас плохие новости в остальном же из-за и пике и пьюр можно ставить все все там стриминговые клиенты и весь разный софт без проблем есть фирменная приложение к вот такое вот обновление прошивки и вопросы связь и руководство пользователя также конечно же часть всех различий засунули в настройки в bluetooth есть режим bluetooth ресивера но самое интересное естественно это звук аудио то есть тут можно выбрать режим выхода наушников или линейный для трех с половиной миллиметрового дальше цифровой фильтр как обычно все какие есть день тут трех уровней низкий высокий и очень высокий ах какой высокий дальше single and это на самом деле вот этот вот режима который хитрый который шанлинг придумали это режима цапов вы можете выбрать используется один цап или два на самом деле используют всегда логичнее 2 он даже за на слух заметно лучше звучит но переключение вот в этот вот одиночный 1 1 арный одиночный одноцаповый режим позволяет заметно экономить батарею именно в этом режиме как бы можно достичь там 12 часов примерно работы в режиме с двумя цапами там от 7 до 9 в зависимости от использования экрана при минимуме использования экрана зависимость от выбранного гейна громкости и всего остального дальше баланс каналов громкость при включении максимальная громкость качество беспроводным беспроводного беспроводного подключения и тут же почему-то тут же можно включить airplay не знаю почему его вечно засовывать какие-то удивительные места ну и основной скрепой всего всей прошивки является плеер от шанлинга плеер довольно хороший его такой вот меню тут есть поиск дальше обновление библиотеки ну тут все логично он сканирует и обновляет можно выбрать автоматическое или же не совсем автоматической дальше список всех треков в общем все подряд как обычно во всех списках есть режим группового управления воспроизведения сортировку можно поменять дальше отдельно посмотреть треки в более высоком разрешении если надо по альбомом такой вот списочек альбомов быстренький довольно резво работает и по артистам тут отмечу что вот список по артистам сделали прикольно сюда заходишь допустим выбираешь артиста тут есть можно все треки сразу выбрать а можно посмотреть альбом то есть всегда ко всем плеерам вопрос как это как после выбора артиста покажет альбомы или треки артиста но шанлинг молодцы подумали и показывают сразу и то и другое удобно по жанрам плейлисты тоже красивенько все вот так вот сгруппировано недавно воспроизводившие воспроизводить воспроизведенные дальше свои плейлисты избранная и так далее ну и по папкам для тех кто привык музыку раскладывать сам как хочет дальше тут есть передача до файлов по вайфай и пин пи и синг-линк но в общем это аналог хиби хиби линк фио линк и спасибо шанлингу за то что они не назвали его шанлинг линк это бы они даже сами поняли что это не произносимо но это удаленное управление плеером по сети настройки настройках таймер сна запоминать ли место выключения дальше переходить ли по папкам почему-то тут в плеере включается hw и кодек не знаю чем-то это наверное обусловлено что в разных у разных плееров разных производителей этот беспроводной кодек включается в меню самого плеера дальше эквалайзер новый эквалайзер тут самый что ни на есть обычный поэтому его просто выключить usb playback то есть в каком виде внешне цап будет получать dsd вставить ли на паузу при включении наушников автоматический переход из библиотеки на экран воспроизведения показывает ли красивый экранчик блокировки с треком сбросить библиотеку тема есть темная и светлая на выбор но я думаю что большинство конечно же выберет темную и язык разумеется русский язык есть но я на ведь украинская мова е но я предпочитаю английский чтобы не гадать что где как локализовано надо выбрать какой-то трек все треки давайте что-нибудь такое круто кручу верчу запутать хочу а еще все еще буква а 3000 треков ну вот роберт плант попался mighty ray ranger неплохие у экрана углы обзора нормальная яркость не самый яркий но в целом нормально тут можно добавить выбранная в плейлисты эквалайзер и дополнительная менюшка тут со стандартными функциями можно вот так вот пролистнуть анимашка сделана красивенько причем в других местах жалко не сделали такой красивый анимашку управление воспроизведением просмотр текущего плейлиста целом все функционально гладко без проблем прошивка нужно исключением отсутствия play store хорошая все работает беспроблемно гладко в общем шанлинг свою кодовую базу знают оптимизируют и доводят до ума довольно долго поэтому получается у них в целом вполне нормально player стабильный функциональный насыщенный тут с ним проблем не возникает ну и конечно же самое интересное это звук сразу скажу что описание звука я сделаю основное прослушивание описание звука соответствующему это режим двух цапов и средний гейн сейчас player переключен переключен на низкий гейн потому что я решил что для консистентности и в роли тизера наушниками для примера лежащими в кадре сегодня будут старшая флагманская модель от самих шанлинг спойлер с этим плеером они очень хороши явно тот случай когда производитель слушал свои наушники со своим же плеером но это предмет отдельного вопроса так вот для этих наушников гейн нужен низкий они чувствительны но в основном я использовал ну как хай то есть высокий на самом деле но он средний поэтому чего было не называть его медиум ну это отдельное отступление и целом если вы любите гип гипотетические построения в уме я их на самом деле не люблю поэтому вопросы а какие бы наушники вы взяли себе я не совсем понимаю потому что я так над этим вопросом не думаю ладно это тоже лирическое отступление в общем в качестве гипотетического построения, если взять разницу между M11 и M11 Pro и применить ее к M6, то действительно получится M6 Pro, то есть такое же изменение в подаче, то есть плеер более натуральный и более естественный, но разница в исходной точке, потому что M11 он абсолютно такой нейтрально-мониторно-светлый, а M11 Pro он натуральнее за счет лучшего веса и прочих вещей, то тут M6 он наоборот такой весело окрашенный, то есть, скажем, тенденция звука у Shanling раньше была такой веселый звучок, который там тут добавили, здесь подчеркнули и так далее, и это вот их была манера звука, они от нее стали уходить. В M6 это выражено меньше, а в M6 Pro еще меньше, но при этом плеер не мониторный, то есть это такой нейтральный, но не мониторный звук и довольно увлекательный. Об этом сейчас поговорим чуть подробнее, но в общем я видел несколько обзоров в интернете, некоторые совпадают с моими, в других, с моим мнением, в других говорят о том, что плеер вообще мониторный, там какой-то супер нейтральный, но вот не знаю, то ли у них был другой M6 Pro, то ли одно из двух. В общем-то он, конечно, нейтральный, но мониторным его точно не назвать, потому что тут есть небольшой акцент веса, они как бы нейтральность взяли и немножко сдвинули в сторону, скажем, весомой и чуть темноватой подачи. Вернее, как они добавили немного веса и капельку-капельку подсгладили в оче, поэтому получилось такая два микро шажка в сторону теплого звука, но, скажем, они небольшие, поэтому плеер все еще, думаю, можно назвать нейтральным. Ну, давайте, наверное, обо всем пошагово поговорим. Низкие частоты тут хорошие, весомые, массивные, натуральные, они не пытаются быть там супер детальными, за счет этого звучат не сухо, вообще какой антоним сухости в звуке, мокрость, музыкальность, винтажность, не знаю, в общем, как бы анти... анти-мониторно, ну не анти-мониторно, ладно, анти-это что-то совершенно противоположное, а тут все-таки просто немножко их сдвинули в сторону дополнительной массы и веса. Хорошая очень глубина, ну, как бы плеер мощный, усилитель хороший, поэтому с глубиной и контролем низких частот тут проблем не возникает. Неплохо передают текстуры, может быть, не идеально за счет того, что не пытается он быть сухим и мониторным, а вот, ну, все равно передает очень хорошо. Для электронной музыки просто отлично, ну, а для естественных живых инструментов тоже очень хорошо за счет того, что есть вот эта вот благородная подача низких частот, при этом чуть-чуть, конечно, подчеркивается низ, за счет этого инструменты звучат рельефнее, то есть там контрабас такой чуть более контрабасистый или контрабасистый по сравнению с тем, как он должен быть, там немножко нижняя октава фортепиано подчеркнута, но я думаю, что очень многим слушателям такая манера подачи понравится, это эффектно и это красиво. И в качестве примера трека, включайся, у меня тут в плейлистах отобраны, да, вот, тихо, не надо так сразу, джун реактор, кстати, почему-то опцию запоминать громкость при выключении они не сделали, джун реактор шоу тайм, басовая линия такая, причем, скажем, в предыдущем их альбоме, который про золотое солнце, у них бас был более почеркнут, тут бас у них более сдержанный, но вот с этими наушниками все равно очень эффектно такое, для любителей сочного баса, это вот прям комбо такая, очень хорошая, но при этом, конечно, они не забывают про ВЧ, так что это не совсем уж прям басхедная модель для ВЧ-фобов, а именно для тех, кому нужен, нужно немного более массивное звучание, ну, и с этими наушники, да и с любыми другими, у которых бас отыгрывается хорошо, плеер выбивает необходимое количество низких частот для того, чтобы этот трек звучал натурально, естественно, хотя какой натурально, ну, скажем, вовлекающе и интересно, что есть натурально и естественно для этой музыки никто не знает на самом деле в природе. Средние частоты, вот на средних частотах, вот этот вот акцентик, он наиболее заметен, особенно на нижней половине средних частот, они добавили немного веса и за счет вот этой добавки веса звук получился такой, ну, что принято называть, немного аналоговый, иногда его еще называют винтажный, но на самом деле он недостаточно окрашен для того, чтобы его называть винтажным, такой чуть-чуть меньше сдвиг, скажем, в сторону небольшую вот этой аналоговости, то есть он немного более цельно подает образы, не пытается выдать максимальный микроконтраст, не пытается выдать максимальное какое-то разрешение, все мельчайшие нюансы, играет более цельно и более массивно. За счет вот этой добавки массы очень эффектно звучат мужские голоса, ну и многие инструменты обретают немножко больше телесности и выпуклости. То есть такая немного подкрашенность, но очень музыкальная, поэтому, наверное, пенять на нее не приходится, это явно то, что делалось специально. Разрешение в целом, конечно, очень хорошее, контроль, все остальные вещи на них жаловаться не приходится, но плеер играет не в микро, а больше в макро. Подчеркивается макродинамика, подчеркиваются немножечко эмоции, к качеству записи он придирчив, но незапредельно, скажем, поэтому проблемы и косяки он вскрывает, но при этом не подчеркивает и не вываливает их вам прямо в лицо, поэтому для случаев плохого мастеринга все-таки он чуть более прощающий, чуть более всепрощающий плеер такой, если вам дали плохой мастеринг по левой щеке, подставьте правую. Воображаемая сцена строится хорошо, заметно больше средней, при этом, скажем, что смешно, ну не смешно, почему я хотел сказать смешно, не знаю. Что интересно, да, вот интересно правильное слово, глубина у него строится даже еще лучше, чем ширина, то есть ширина все хорошо, но в глубину вот это разделение планов еще более интересно. Наверное, за счет вот этой весомой манеры подачи он подчеркивает инструменты, за счет этого они чуть более рельефно прорисовываются, такие более массивные образы. При этом, конечно, это не трехмерная там голографичность топовых плееров, но все равно сцена строится настолько хорошо, насколько позволят наушники, ну и психоакустика, естественно, потому что у каждого в голове сцена может строиться в чем-то по-другому. И в качестве примера, перелистнется он так, нет, не хочет он так перелистываться. В качестве примера, нет, у меня нужны папки, куда-то зашел далеко, нам нужны плейлисты, вот, братья по оружию, групп Нозерн Кингс, сборная Финляндии по хэви-метал вокалу, олимпийская команда, просто лучшие вокалисты собрались в супергруппу и записали два альбома, первый из которых был шикарный, великолепный, а второй, ну, так, с пивом покатит. И это как бы первый. Я люблю Dire Straits и считаю, что каверить их почти бесполезно, но с Нозерн Кингс и Бразерс Ин Армс получился тот случай, когда кавер интересен так же, как и оригинал, не потому, что он так же хороший и крут, а просто потому, что получилось очень интересное, необычное прочтение. И вот эта подчеркнутая весомость на мужском вокале, ну, сами понимаете, что будет, если плеер, который красиво подчеркивает мужской вокал, скрестит с треком четырех лучших мужских мужчин-вокалистов в металле, ну, в общем, вы понимаете, о чем я. Но если не понимаете, послушайте этот трек и поймете. Кто не понял, тот поймет. Ну и, в принципе, аккомпанемент тоже отыгрывает, он довольно хорошо. И качественный аккомпанемент так же интересен, как кавер, как кавер интересное прочтение трека. Ну и верхние частоты, верхние частоты чуть-чуть-чуть подсглажены. То есть, очень немного, подчеркну много раз, что немного, но, тем не менее, это немножко есть. У них хорошая очень протяженность, контроль, атаки с затуханиями, естественность, натуральность, но их слегка подсгладить. Далеко не настолько, как это делают хиби, в общем, тут они сумели сбалансировать. То есть, это не плеер с абсолютно нейтральными верхними частотами, которые там могут звучать совсем резко, но и не плеер, у которого они специально прижаты для создания комфортного звука. Он так маленький шажок сделал в сторону комфорта, но при этом остается правильным по ВЧ, немножечко их только подсглаживая. За счет этого он чуть-чуть комфортнее иногда звучит для тех, кто не любит верхние частоты. Хотя, по-моему, это все-таки логичнее подбирать с помощью наушников. И, опять же, при этом ВЧ довольно неплохие с точки зрения этих всех штук типа слоистости, насыщения обертонами, передачи тонких-мелких мюансов. Все это ему удается неплохо. Ну и в качестве примера, моя любимая польская джаз-группа Нехинч или Нехинч, ну, в общем, Нежелание, если я правильно помню. Я так говорю, моя любимая польская группа, как будто я их много знаю. Ну, поскольку знаю я их две, то, в общем-то, наверное, из них можно выбрать любимую. Трек «Неспокойный релакс», в принципе, название очевидно, все-таки польский язык славянский, поэтому да, хотя «релакс», конечно, явно не славянское слово. И тут вот клавишное вступление прописано очень хорошо, то есть Нехинч пишутся качественно. Может быть, не так качественно, как Blue Note или ECM, но в целом записано очень неплохо. И, естественно, это вступление и потом всякие там перкуссии и прочее требуют довольно неплохой производитель, неплохого отыгрывания верхних частот, ну и этот плеер тут себя показывает на хорошем уровне. Давайте еще раз про звук резюмируем. Нейтральная подача с некоторой добавкой веса на нижней середине и чуть-чуть смещенная в сторону чуть больше, чуть более теплого звука, но немножечко, поэтому получается такая музыкальная аналоговость немного, но при этом плеер, естественно, натуральный, естественный. В плане совместимости плеер довольно универсальный, потому что действительно там 600 мВт это серьезно, и даже тугие наушники он неплохо раскачивает. Делает это, правда, довольно недолго, что расстроит, наверное, владельцев тугих наушников. Ну как, относительно недолго, потому что и греется хорошо, и мощности много выдает, ну как бы чувствуется, что усилитель работает тут. Но при этом обратная сторона медали, да, как бы очень мало кто будет в плеер втыкать реально что-то тугое. На самом деле большинство, для большинства людей более важна производительность с чувствительными наушниками, и у него действительно очень неплохой темный фон, поэтому тут проблемы с ним не возникает. Плеер хорошо себя показал в этом плане. Если говорить о сравнениях, то на фоне M6 обычного он более натуральный, более естественный, звучит, скажем, чуть, не чуть, а звучит более взросло, именно в плане натуральности. Особенно это заметно, у него менее окрашенные верхние частоты, чуть менее веселые низкие частоты, но при этом тоже более естественно звучащие. По сравнению с ближайший его конкурент, да, отделяющий, их отделяет там долларов 80, надо сделать отдельное видео про них, конечно же, но это будет отдельно. Чисто по звуку этот нейтральный, с большим уклоном в микроконтраст, этот более аналоговый, с большим уклоном в макродинамику, то есть выбираете, чего вам хочется, и исходя из этого выбор плеера решается. Ну и плюс там дизайн, возможности и всякая такая прочая штука. Ну и еще плюс дополнительных, да, там где-то в районе 100 с чем-то долларов, там 130-150 уже дает нам iBass у DX220, и это уже следующий заметный шаг вперед. Плеер более нейтральный, более детальный, более техничный и так далее. Но при этом тут все-таки мы говорим об устройстве стильном, ну и более такая аналоговая винтажная подача, да еще очень винтажная, более аналоговая подача, такая более цельная для тех, кто это предпочитает, для тех, кто не любит мониторность. Ну и при этом это все упаковано в красивый дизайн. Так что вот такой вот получился Shangling M6 Pro. Действительно хорошее обновление, Shangling выкатили. И я бы даже, наверное, сказал, что этот плеер более для меня оправдан, чем обычный M6, потому что как бы обычный M6, он дороже, чем все его конкуренты, но при этом там iBass 160 и M11 Fio ему оставляют мало рыночной ниши. А вот с M11 Pro они бодаются где-то на равных, при этом, скажем, тут предлагается еще и Shangling дизайн и все остальное. Так что вот такой вот получился Shangling M6 Pro. Рекомендую очень с ним ознакомиться. Многим этот звук явно зайдет. Спасибо за внимание.